Ну и далее продолжаем, переходим к следующей теме нашего нового информационного часа. Будем говорить о том, как мир принимает украинцев и что в целом изменилось. С 1 июня ряд стран Европейского Союза вносят некоторые изменения в правила въезда и пребывания для украинцев. В одних госпрограммы финпомощи почти исчерпаны, в других возможность трудоустройства и финансовых программ только появляется. Об изменениях и нововведениях для украинских беженцев во многих странах мира давайте далее посмотрим в нашем сюжете. С первого дня лета украинцы в Польше, Германии, Болгарии, Швейцарии и Чехии будут обязаны платить за проезд в общественном транспорте, который прежде был бесплатным. Но проездные будут льготными. Например, за проездной в Германии на все виды городского транспорта и на оригинальные поезда нужно заплатить 9 евро. В Чехии около 7 евро. Польша уже частично отменила бесплатный проезд, пока в Варшаве электрички и поезда останутся бесплатными по направлениям к приграничным с Украиной городам. Хелм, Пшемыш, Эльжешов и другие. А в греческих Афинах для украинцев теперь бесплатный метрополитен. С первого июня украинские беженцы в Бельгии смогут обменивать гривни на евроместных банках. По рекомендации Еврокомиссии можно обменять до 10 тысяч гривен на одного человека. Для этого нужно будет предоставить сертификат временной защиты или открыть счет в местном банке. Так Бельгия стала второй страной ЕС после Польши, предложив такую услугу. Нацбанки Украины сообщили, что за 20 дней мая украинские беженцы за границей сняли наличных денег на 23 миллиарда гривен и столько же в апреле. По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, ежедневно украинские банки причисляют около 100 миллионов долларов в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами беженцев. Норвежский совет по делам беженцев начал регистрацию на выплаты денежной помощи для украинцев. Она составит 2200 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. В Польше продолжаются выплаты по государственной программе 500+, детям. Недавно в Институте социального страхования напомнили о том, что при выезде из страны на 30 дней и больше полученную финпомощь беженцы обязаны вернуть. Важно, что кроме помощи от правительства украинские беженцы могут стать участниками лишь одной программы финпомощи. В сообществах беженцев в Польше украинцы все чаще стали жаловаться на проблемы или даже отказ на повторный въезд в Польшу. Юристы объясняют, что повторный въезд для украинцев и легальный, но с действующим биометрическим загранпаспортом и даже для детей. В Польше же сообщают, что выезжать в другие страны можно, соблюдая лимит в 30 дней. «Подтверждаю, что легальное пребывание в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 года касается тех лиц, которые заявили о намерении остаться в нашей стране. Выезд гражданина Украины с территории Польши на срок свыше одного месяца лишает его этого права». Якуб Дудзяк – пресс-секретарь Офиса по делам иностранцев Польши. Израиль предоставит украинцам, выехавшим из страны в связи с войной, разрешение на легальное трудоустройство. Об этом ранее сообщали в посольстве Украины в Израиле. В ДИП-представительстве назвали такое разрешение беспрецедентным для местного законодательства. Сейчас прорабатывают процедуру оформления таких разрешений. МИД Израиля также продлил срок пребывания беженцев до 30 июня. Германия тоже хочет ускорить процедуру подтверждения профессиональных квалификаций украинцев, говорит министр образования. По его словам, страна хочет быстро интегрировать и устроить на работу всех желающих и выдать аттестаты украинским школьникам. Министерство здравоохранения Украины прорабатывает вопрос регистрации в странах ЕС украинских лекарств для удобства беженцев. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. По его словам, этот процесс трудный, поскольку украинские медикаменты будут конкурировать с препаратами на рынках ЕС. Поэтому наращивают экспорт украинских лекарств. Более 6,5 миллионов украинцев стали беженцами и выехали в другие страны. Такие цифры 23 мая озвучили в ООН. Госпогранслужба Украины сообщает о 7,5 миллионах. С начала полномасштабной войны в Украину уже вернулось около 2,2 миллиона граждан. С 10 мая пограничники фиксируют преобладание въезда в Украину над выездом. Юлия Безбородько специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Уже Вячеслав Потапенко присоединяется к нашему эфиру, заведующий сектором региональных стратегий в Национальном институте стратегических исследований. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, мы, конечно, видим, как принимают украинских беженцев в мире, в разных странах, какую помощь оказывают гражданам Украины сейчас, которые вынуждены бежать от агрессии Российской Федерации на территории Украины. И вот такой, возможно, достаточно объемный вопрос, но тем не менее, а как долго, как вы считаете, смогут наши страны-партнеры принимать украинских беженцев и, более того, поддерживать их? Ну, вопрос действительно объемный, на него нельзя ответить в целом, потому что есть дифференциация, в каждой стране все по-своему. Давайте начнем с тех стран, которые являются соседями Украины, то есть это Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. На сегодняшний день, опять-таки, по данным ООН, численность беженцев там составляет примерно 10% от местного населения. То есть это очень много, это беспрецедентно много, и никогда эти страны столько беженцев не принимают. Соответственно, эти страны делают какие-то свои программы для поддержки беженцев. Но поскольку эта ситуация сохраняется, значительная часть беженцев все-таки не возвращается в Украину, и она переходит из какой-то временной ситуации предоставления какого-то временного убежища на пару месяцев в ситуацию, по сути, адаптации людей на месте, попытки какого-то трудоустройства, обучения детей в школах и так далее. Эти страны Восточной Европы, они объективно заинтересованы в украинских беженцах, в то время как в 2015 году они крайне негативно относились к идее приема сирийских беженцев, например. Почему они заинтересованы? Потому что они заинтересованы в достаточно квалифицированном украинском трудовом ресурсе, которые они получили, и по большому счёту они ставят целью адаптировать и оставить у себя значительную часть этих беженцев. То есть они будут создавать условия для того, чтобы эти беженцы там остались на постоянной основе, нашли себе работу, жильё и начали интегрироваться в обществе. Кроме того, естественно, есть беженцы и в других странах Европы. Наиболее заметно это Германия, где по данным порядка 400 тысяч беженцев, но это значительно меньше в отношении пропорционального количества населения Германии. Это где-то всего 5%. Германия по большому счёту тоже заинтересована в украинских беженцах и в других странах ситуация складывается по-разному. Канада предоставила фактически безвизовый режим, возможности для трудоустройства и какую-то первоначальную поддержку. Канада также заинтересована в том, что беженцы из Украины, которые имеют деньги до них добраться, в общем-то интегрировались в канадское общество. Великобритания, например, создала такую систему, когда они подбирают, так сказать, спонсоров, либо вы можете их сами найти, это какие-то британские семьи, которые готовы принять беженцев из Украины. Они там находятся на каких-то таких достаточно временных основах, хотя, насколько я понимаю, значительная часть людей, которые, опять же, добрались до Британии, они имеют желание там остаться. Соединённые Штаты выделили квоту всего 100 тысяч для украинских беженцев, причём там должен быть спонсор, который будет гарантировать, что полтора года он может содержать этого беженца. То есть в основном это для членов семей, ну, там, например, дети или, наоборот, родители проживают в США, чтобы они могли забрать своих родственников или каких-то близких друзей. То есть стратегия каждой страны зависит от того, хочет ли она интегрировать беженца в своё общество или не хочет. Но пока то, что я вижу, в целом, в целом, те мероприятия, те инструменты, которые используются в странах Европейского Союза, особенно в Польше, они направлены на максимальную интеграцию беженцев в местное общество и с желанием значительную часть из них оставить там на будущее. Ну, вот как-то так. А скажите, пожалуйста, в свою очередь, как можно сейчас тогда оценивать, если, не дай бог, конечно, но всё-таки некоторые эксперты, военные, в свою очередь, говорят, что эта война может затянуться, и активная фаза будет на протяжении ещё нескольких недель, как говорят разведки Британии и Украины, но также говорят, что есть вероятность ракетных обстрелов вплоть до конца года. Смогут ли страны Европейского Союза столь долгое время принимать украинских беженцев, способствуя также их, возможно, трудоустройству временному, оплате труда, и просто финансово поддерживать? Ну, ещё раз говорю, те страны, которые заинтересованы в интеграции, то есть в том, чтобы получить иммигрантов из Украины, они будут этому способствовать. Те страны, которые просто оказывают некоторую благотворительную помощь, ну, по типу Швейцарии, Дании и так далее, они будут, как бы, сокращать объём поддержки, и таким образом вынуждая беженцев искать себе либо другую страну, либо возвращаться в Украину. С другой стороны, украинское правительство на сегодняшний день проводит там ряд мероприятий по возвращению беженцев. Также часть беженцев, особенно те, которые родом, у них есть жильё, либо родственники, либо возможность устроиться на работу вне зоны боевых действий, ну, достаточно активно возвращаются. Каких-то чётких данных по этому поводу нет, но речь уже идёт о том, что порядка миллиона беженцев уже вернулось. Ну, тут же накладывается ещё вот эта майниковая миграция, ездят волонтёры, ездят люди, перегоняют машины, ездят просто с какой-то торговой целью, по личным целям. Сейчас люди уже отдыхать начали ездить через Польшу куда-то. То есть, в принципе, тут статистику довольно, ну, как бы, сложно посчитать. Нужно, как бы, время проведения соцопросов и специальных исследований. Кстати, по некоторым соцопросам идёт речь о том, что некий процент людей вообще не планирует возвращаться в Украину. Есть ли у вас мнение, сколько это может быть людей? Потому что, учитывая то, что вы сказали, что миллион человек уже практически вернулось, а вот по состоянию на 22 мая, читаю данные ООН, Украину покинуло 6,5 миллионов человек. Как вы считаете, какой процент может остаться навсегда уже не возвращаться в Украину? Ну, это всё будет зависеть от двух факторов. Первое – фактор безопасности на территории Украины. Сколько будут продолжаться боевые действия, прежде всего, ракетные обстрелы по территории Украины. Чем дольше люди будут находиться в другой среде, чем дольше они вынуждены будут адаптироваться в той стране, где они находятся в времени, но тем больше у них будет возникать социальных связей, возникнет какая-то работа, кто-то пойдёт на учёбу, им уже будет что бросать. И, ну вот, было интервью директора Института демографии Либанова, где-то ещё в марте месяца, она называла вообще такие сроки, что вот до трёх месяцев, ну, практически все готовы были бы вернуться. Если это затянется, ну, это был конец марта, если это затянется на больше, то количество будет возрастать. Ну, естественно, такой статистики по Украине нет, но процентов 30 может там остаться точно. Даже если это продлится ещё месяца 2-3 отсутствие безопасности на территории Украины, и люди пробудут полгода за границей, то где-то до третьей может остаться там. Тут ещё будет работать личный фактор. Есть же много разлучённых семей, которые дети с жёнами находятся за границей, мужья находятся в Украине. Это будет зависеть, опять же, от фактора возможности выехать мужей туда, воссоединиться с семьей. Это тоже может быть фактором, который будет сдерживать людей от того, чтобы остаться за границей и не будет возвращаться в Украину. Если они там проживут уже месяцев 9, те, кто останется, то, ну, как бы вероятность, что они будут возвращаться, ещё будет ниже. То есть, скорее всего, уже из тех, кто останется к концу года, там, я думаю, что уже больше 30% вряд ли будут возвращаться сюда. То есть, им нужна будет уже какая-то серьёзная мотивация. Зачем им ехать в Украину? Если боевые действия закончатся, начнётся экономическое возрождение, которое нам прогнозируют, здесь будут какие-то хорошие зарплаты, рабочие места, будут отстраиваться города, то в таком случае люди могут вернуться и через год, и через два. Когда им будет понятно, куда возвращаться, они будут понимать, что им в Украине будет лучше, чем там, где они находятся. Что касается людей, которые потеряли жильё, которые потеряли работу, и которые, собственно говоря, не имеют никаких средств существования, и им удалось выехать за границу, и они там получают пособие, у них есть жильё, то пока им здесь не предоставят какую-то жильё и работу, они вообще вряд ли вернутся. То есть, вообще выбора как бы нету. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше мнение, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Вячеслав Потапенко, заведующий сектором региональных стратегий в Национальном институте стратегических исследований, был напрямую в связи с нашей студией. И вот есть информация о том, что более всего беженцев нашли убежище в Польше, это более чем 3,5 миллиона человек в Румынии, 961 тысячи, в России 919 тысячи, но здесь очень важно заметить, что в том числе принудительно перемещенные лица. В Венгрии 644 тысячи, в Молдовии 471 тысячи, и в Словакии 442 тысячи. Ну и далее также поговорим ещё про одну страну, которая принимает беженцев, и как там в целом относятся. Мы поговорим с вами про Испанию, и на прямой связи оттуда с нами уже Кристина Домбровская, корреспондент. Кристина, рада вас приветствовать, здравствуйте. Если вы нас хорошо слышите, если связь хорошая, пожалуйста, расскажите, как Испания принимает украинцев, и какие сейчас есть, возможно, социальные пакеты, какая-то гуманитарная помощь. Расскажите, пожалуйста. Приветствую, коллеги, с центра Мадрида. Как видите, поддержка Испании тут есть, о чём говорят, вот для меня и флаг Украины, да, то есть здесь, в принципе, их можно видеть в Мадриде везде. Украинцам тут относятся очень хорошо. В Испании всем процессом беженцев организация занимается Красный Крест, то есть украинец, который прибывает даже на самолёте, автобусах. Есть пункты на вокзалах, центральных вокзалах, в крупных городах, например, такие, как Мадрид и Барселона. Украинцы подходят в пункт Красного Креста, и всю необходимую информацию они получают там. То есть если они даже приехали без денег, Красный Крест их обеспечит питанием, небольшой суммой, то есть в зависимости уже от индивидуального случая. Также Красный Крест записывает все данные, и в Красный Крест есть дополнительная программа АСЭМ, тоже это благотворительная организация. Если украинцы приезжают без одежды, они также тут могут получить, потому что испанцы очень активно откликнулись. И даже у меня есть коллеги-журналисты, которые тоже приносили и одежду, и еду, и приносят до сих пор в течение трёх месяцев. Что касается проезда. Проезды для украинцев тут специфические. То есть, например, действуют не одинаково, в каждой автономии по-разному. То есть в зависимости, какой бюджет предусмотрен у определённого региона, то есть автономии. Например, что касается испанской столицы, большинство беженцев приезжают сюда, а уже отсюда Красный Крест, например, в Мадрид и Барселона. И тогда Красный Крест распределяют уже по регионам, где есть семьи, которые хотят принимать украинцев. Но на первое время всем предоставляют отель, никого не выселяют. Могу сказать, что украинцев очень много. В Мадриде отели уже переполнены, но всех кормят, то есть никого на улице не оставляют. Например, что касается туда проезда, то в Мадриде выдают карточку на две недели на бесплатный проезд, потом ты можешь её получить повторно, и после этого проезд платный. Что касается поездов, поезда для украинцев бесплатны только в том случае, если ты указываешь с 1 июня определённую причину. То есть если ты, например, приехал из Украины в Мадрид, и тебя ждут где-то в другом городе, или ты должен получить документы, вернуться в Барселону, ты должен объяснить это социальным службам, цель твоей поездки. В таком случае тебе предоставляют бесплатный билет. В том числе даже если вы путешествуете с животными. Тут, например, в Мадриде ветеринарные клиники для домашних любимцев, питомцев, украинцев бесплатные. То есть определённые процедуры, вакцинация, типы и осмотр любимца бесплатных. Кристина, маленькое уточнение. Скажите, пожалуйста, в целом, как воспринимают украинцев в Испании? С какими настроениями? Возможно, с сочувствием? Да, вы знаете, я общалась с губернатором Мадрида Изабелли Аюса. То есть она общалась с украинскими беженцами. И вот все относятся с сочувствием. То есть она мне сказала, что большинство испанцев сочувствуют украинцам. Тут в прессе каждый день практически Украина до сих пор остаётся на первых полосах, рассказывают истории, как живёт не только украинская столица Киева, а живут другие города. Корреспонденты отсюда едут на фронт, включаются, чтобы показать достоверную информацию, что происходит. То есть я могу сказать, что испанцы очень активно интересуются тем, что происходит в Украине. И много испанских волонтёров приходят, чтобы чем-то помочь до сих пор. То есть пока ничего для украинцев тут не отменяют. Спасибо. Спасибо вам большое, Кристина, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру, за то, что рассказали подробности, напомню, из Мадрида, Испании. На прямой связи с нами была корреспондентка, Кристина Домбровская, рассказала о том, как в Испании принимают украинских беженцев, как к ним относятся, и что делают для того, чтобы максимально комфортно наши украинцы пережили войну, которую развязала Россия против Украины. И в продолжении темы о том, как принимают украинских беженцев в мире, правительство Польши обеспечило украинских беженцев бесплатной медицинской помощью, образованием и другими социальными благами. При этом более 80% из них размещены в частных домах. Польша стала основными воротами для гуманитарной помощи и поставок западного оружия в Украину. Она также работает над тем, чтобы оказать помощь Украине в транспортировке зерна и других сельхозпродуктов на экспорт по суше и через порты Балтийского моря. Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица выразил благодарность полякам за гостеприимство, которое они оказали миллионам украинских беженцев. Он надеется, что Евросоюз окажет Польшу в связи с этим финансовую поддержку. Представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур сообщил интересный факт, что, переехав, украинцы вносят посильный вклад в потребительский рынок Европейского Союза. Учитывая количество беженцев, получается, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран по 400 долларов в месяц. Ну и Королевская семья Великобритании тайно разместила украинских беженцев в своих владениях. Об этом пишет Дели Экспресс. Сообщается, что несколько членов Королевской семьи Великобритании уже разместили беженцев в украинских своих имениях. Рассказал об этом источник, приближенный к ним. Информация об украинцах, сбежавших от войны и прямой угрозы жизни, держится в строгом секрете, чтобы обеспечить безопасность вынужденно переселенным лицам. Ранее Министерство по делам беженцев в Великобритании запустило специальную программу «Дома для Украины», направленную на то, чтобы беженцы из Украины могли комфортно находиться на территории Британии. В этой программе приняли участие более чем 150 тысяч британцев и разместили в своих домах украинских беженцев. Услышим детали. Почти 54 тысячи украинцев в настоящее время благополучно прибыли в Великобританию в рамках наших украинских схем. Мы делаем все возможное, чтобы помочь новоприбывшим работать и учиться, чтобы они могли создать здесь жизнь. И я с нетерпением жду возможности приветствовать больше семей Великобритании. Также уже с завтрашнего дня, 1 июня нынешнего года, вынужденно перемещенные люди из Украины будут получать повышенный размер социальной помощи. Это 449 евро в Германии. Украинцы трудоспособного возраста будут получать помощь от центров занятости. Именно в этом ведомстве украинцам нужно регистрироваться для поиска работы, чтобы получать выплаты. Ранее украинцы получали социальную помощь более 300 евро в месяц для взрослого человека. По словам министра образования и культуры Баварии Михаэля Пьяцолова, в одной только Баварии в школы каждый день поступает до 500 учеников из Украины. Более 22 тысяч украинских детей уже учатся в баварских школах с начала марта. В министерстве предполагают, что их будет значительно больше. В школы срочно ищут также украиноговорящих учителей, которые могли бы преподавать детям. Однако это сложно, учитывая то, что учителя также должны владеть немецким для успешной работы в немецких школах. Ну и в Германии предполагают, что многие беженцы из Украины останутся в стране на более длительный срок, как минимум 2-3 года. Немецкий рынок труда для них открыт, в этом отличие украинцев от беженцев и из других стран, которые получают разрешение на работу только после разрешения остаться в стране. Украинцам такого разрешения не требуется. Я напомню, что Юлия Косякова, научная сотрудница Института рынка, труда и профессиональных исследований, Федерального агентства по труду в Нюрнберге, немного гасят эти восторги. По ее словам, пройдет некоторое время, прежде чем многие украинцы найдут работу в Германии. Мы говорим о беженцах, которым внезапно и неожиданно пришлось покидать страну своего происхождения, поэтому они абсолютно не подготовлены. И прежде чем говорить об интеграции на рынке труда, люди должны сначала приехать, обрести безопасность, выучить язык. Лишь потом можно всерьез говорить об интеграции на рынке труда.